Лечить надо словом, травами и ножом, считали древние целители. Обратите внимание, как расставлены приоритеты. Действительно умное и тактичное слово способно внушить надежду на выздоровление, а слово грубое и неосторожное, наоборот, ее лишить. Вот как сделать, чтобы отношения врач-пациент были гармоничными? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Лидия Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения и по САМГМУ, кандидат медицинских наук Лидия Алексеевна. Очень приятно, что вы снова у нас в гостях. Добрый день. Я уже заявила в анонсе, что неплохо бы выстроить доверительные отношения между врачом и пациентом. И об их эффективности еще более 100 лет назад писал, например, Джордж Пибоди. И он писал, что в большинстве случаев успех диагностики и лечения зависит именно от этих отношений. И, к сожалению, величайшему на сегодняшний день это встречается все реже и реже. И, как мне кажется, что проблема здесь, в том числе и в том, что многие из пациентов, как минимум, не знают своих прав и обязанностей. И, возможно, такое же есть со стороны врачей. Вот именно такой небольшой ликбез хотелось бы попросить вас провести сегодня для наших зрителей, ибо, ну, вот кто, как не вы, знает все эти тонкости. С этого года значительно изменились права пациентов. Правильно я понимаю? Да. Вы понимаете, это абсолютно правильно, потому что в 21-м году, и особенно с 1 марта 22-го года, внесены значительные изменения в действующее законодательство. И эти изменения касаются в основном расширения прав граждан при оказании медицинской помощи. Ну, я хотела бы вот в поддержку вам сказать, что удовлетворенность пациента, оказанной медицинской услугой, зависит от двух факторов. Будет ли достигнут положительный результат, на который рассчитывал пациент, и как складываются его отношения с медицинским персоналом. И вот для того, чтобы отношения складывались, как вы уже сказали, гармонично, установлен определенный набор прав для пациента и реализация этих прав, и дает гарантию того, что если права реализуются в четком соблюдении с тем, как это установил закон, то это достижение удовлетворенности пациента. Ну, давайте посмотрим, что же изменилось в правах граждан. Я хотела бы сказать, что гражданин становится пациентом, когда он обращается за медицинской помощью. Поэтому это касается буквально всех граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Ну, и значительные изменения произошли в праве на владение информацией. И если ранее информацию предоставляли в устной форме самому пациенту и законному представителю пациента, который выступал в отношении подростков, не достигших 15-летнего возраста, и в отношении тех, кто был лишен дееспособности ввиду психических расстройств. Так вот, сейчас, на сегодняшний день, возраст, когда законные представители получают информацию, увеличен до полного совершеннолетия, до 18 лет. Ну, казалось бы, ну что особенного? Ну, что такого, да. 15, 18. Вы знаете, это касалось в основном девочек-подростков. Вот девочка-подростка по достижении 15-летнего возраста принимала самостоятельное решение информировать свою маму и папу о факте ее подростковой беременности или же запретить им предоставление такой информации, даже если они активно обратятся к врачу-гинекологу для получения. Ну, вот на сегодняшний день родители получили возможность обладать такой информацией. Ну, получив такую возможность, многие решили, что они теперь вправе будут подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, ну, если речь идет о прерывании беременности. Ну, это неверное решение, потому что в процедуре дачи информированного добровольного согласия не изменилось ничего. Информированное добровольное согласие на вмешательство по-прежнему дают те пациенты, которые достигли 15-летнего возраста. Вот эта позиция, которая внесена в законодательство, я думаю, наверное, может быть, скажется положительно на том, что все-таки родители теперь вправе принять на решение, потому что подросток не всегда осознает, да, последствия вот такого шага, да, как прерывание беременности. Поэтому я думаю, что это очень позитивные изменения, которые внесены в действующее законодательство. Хорошо, если в обратном направлении это не сработает, и родители, наоборот, не настоят на том, чтобы прервать беременность. Такое, наверное, тоже возможно. Они могут настоять, но девочка сама будет решать. Родители не участвуют в подписании. В обсуждении вмешательства, да, но в подписании согласия. Поэтому позиция родителей здесь будет заключаться только в возможности повлиять на решение. А решение примет сама девочка-подросток, подписав или не подписав информированное согласие. Что-то она в 15 лет примет решение. Ну ладно, это на самом деле уже не тема, наверное, разговора. Ну и далее вопрос владения информацией для пациента расширился вообще просто невероятно. Вот если ранее в нормах законодательства пациенту предоставлял сустные информации медицинскими работниками, участвующими в оказании медицинской помощи, и информация, кроме этого, в нормах законов представлялась, естественно, законным представителем, но и тем лицам, которые пациент указывал в согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. Это могли быть любые представители пациента, состоящие с ним в родственных отношениях или несостоящие, то есть тех, которых он указывал. Речь шла еще раз об устной информации. Вот внесенные изменения в основы на сегодняшний день представляют право владеть информацией в нормах закона, независимо от воли изъявления самого пациента. Его супругу или супруге, его близким родственникам. Ну, категория близких родственников определена семейным кодексом. Это дети, родители, бабушки, дедушки, внуки и внучки, родные братья и родные сестры. Но это же совершенно нивелирует понятие врачебной тайны. Вы абсолютно правильно это отметили, потому что я называю это сверхдоступом к врачебной тайне. Позиция усугубляется еще и тем, что, вы знаете, у нас в национальной традиции отсутствует позиция волеизъявления прижизненного. И в медицинскую документацию почти никогда не вносится вот это желание или запрет на предоставление информации. А вот на сегодняшний день именно это будет играть ведущую роль. Потому что, ну, вот представьте себе, вы считаете, что подписывая согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, подписывает, и вы говорите о том, что я разрешаю предоставлять эту информацию только моей супруге и никому более. К лечащему врачу приходит дочь и говорит, я хотела бы получить сведения о состоянии здоровья моего папы, диагноз, прогноз, ну и все остальное. На что доктор отвечает, что папа разрешил представлять сведения только жене. А дочь, которая знает нормы законодательства, говорит, я в нормах закона имею такое право. Более того, я хочу получить не только устную информацию, а вот я вам представляю запрос на возможность ознакомиться с медицинской документацией, с историей болезни моего отца. И если пациент не предупрежден о том, что он должен выразить не только волю предоставления информации, а выразить запрет, то вот отсутствие такого запрета автоматически дает близким и родственникам право знакомиться с медицинской документацией на основании запроса, а также предоставлять запрос на предоставление самих медицинских документов, копий, выписок. Так все-таки пациент может этот запрет написать? Да, может. Если об этом знает пациент, это практически исключено, об этом должен знать врач. Он сейчас по-иному должен выстраивать беседу с пациентом, когда подписываются вот такие формы согласия на разглашение сведений и согласия, которые он дает в информированном, добровольном согласии. То есть врач бы должен спросить пациента, желает ему. Наряду с тем, вот он разрешил каким-то лицам представление информации, а что в отношении того, что регламентировал закон, он выражает запрет на то, что близкие родственники получат доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну. Вот это, вы знаете, позиция, которая требует не только знаний, но вообще переосмысление вот обычаев клинической практики в медицинских организациях, конечно, это вопрос нужно достаточно хорошо проработать, потому что вот мой опыт показывает, у меня много обращений от самих пациентов и вот от адвокатов, что почти ничего не изменилось, хотя эти изменения ввести на это законодательство в 21-м году, с 1 июля 21-го года они начали действовать. Сейчас пока в медицинских организациях вот такой доступ к представлению информации не открыт, к сожалению. Ну и вторая часть вот такого сверхдоступа к врачебной тайне заключается еще и в том, что этот доступ обеспечен сейчас и после смерти пациента. Если ранние родственники практически не имели возможности получить медицинскую документацию, если отсутствовало прижизненное волеизъявление пациента только в судебном порядке, то на сегодняшний день, если нет запрета пациента, то они опять-таки по запросу могут обратиться в медицинскую организацию и получить копию истории болезни, копию амбулаторной карты. — Ну это же чаще всего, наверное, такой запрос может быть связан с тем, что родственники пытаются найти врачебную ошибку? — И в том числе и это. В том числе и это. Поэтому, вы знаете, можно предвидеть определенный рост обращений по констатации врачебных ошибок, которые родственники могут сделать заключение о наличии таких ошибок, обозрев медицинскую документацию. Но непрофессиональный взгляд, вы знаете... — Это же совершенно субъективно может произойти. — Конечно, конечно. Потому что изучать медицинскую документацию все-таки должны эксперты, которые вправе оценивать качество медицинской помощи. Просто оценить вот на такой, что что-то не сделали пациенту, не зная для того, чтобы делать такой вывод, медицинское образование, оно получается в течение 8 лет на сегодняшний день. Неопытный взгляд, конечно, можем ожидать. Вот такого увеличения числа обращений на непрофессиональный взгляд неправильно лечили. Поэтому хотела бы все-таки предупредить и сторону пациентов, и сторону врачей. Нужно встречаться и обсуждать вот эти вопросы в самой медицинской организации, прежде чем пойти в прокуратуру или в следственный комитет. Врачи всегда дадут разъяснение. Если вы не доверяете лечащему врачу, вы можете обратиться во врачебную комиссию. Комиссионное решение всегда более объективно. Лидия Алексеевна, я еще хотела спросить вас. Вот вы говорите о том, что права пациентов значительно расширены. Хотела спросить про платные услуги. Это уже такая прям неотъемлемая часть нашего времени. Все уже к этому привыкли. И многие даже предпочитают медицинские услуги платные, потому что там можно побыстрее как-то. Но, к сожалению, это же все чаще есть примеры о том, что это не всегда говорит о качестве. А вот в отношении платных медицинских услуг права пациентов изменились? Вы знаете, нет еще постановления правительства. Есть только проект. Но вот этот проект уже содержит значительные изменения прав потребителей. Здесь пациент выступает уже не просто как заказчик, допустим, или как правообладатель правового статуса. Он обладает еще статусом потребителя. И закон о защите прав потребителей так достаточно хорошо защищает пациента. У него есть определенный набор прав, которым он защищен. Так вот, сейчас проект содержит, опять-таки, значительные изменения в расширении, в защите прав потребителей. В чем они будут заключаться? Ну, в обязательном порядке на сегодняшний день заключение письменной формы договора на оказание платных медицинских услуг. И не просто возможность заключить его в электронном варианте. И на медицинскую организацию накладывается обязанность хранить такой договор в течение трех лет, чего раньше не было. Вы могли, получив платную услугу, придя в медицинскую организацию, например, утеряв свой экземпляр договора, заявить о том, что я у вас в прошлом году получил вот эту медицинскую услугу, она мне не удовлетворила. А вам могут сказать, что, знаете, такого факта оказания услуги нет, потому что обязанности хранить договор у медицинской организации не было. Вот на сегодняшний день трехлетний срок хранения договора. Еще одна позиция, защищающая наших пациентов, наших граждан, будет заключаться в том, что пациенту в письменной форме должны объяснить, что он имеет право на получение такой услуги бесплатно в системе обязательного медицинского страхования. Ну, это с определенного времени уже включается в форму самого договора. Ну, не все медицинские организации это делают. Сейчас это обязанность, регламентированная вот законодательством. Ну, и что касается самой формы договора, также будет значительно изменена. То есть в договор будет запрещено включать какие-либо условия, которые суживают объем прав потребителей. Ну, например, когда медицинская организация, есть такие условия, например, в договоре, когда медицинская организация, она не гарантирует качество услуги, если пациент что-то там не выполняет. Вот такие позиции в договор включать будет нельзя. Ну, я хотела бы предупредить пациентов о том, что у нас ряд медицинских организаций, частные формы, участвуют в системе обязательного медицинского страхования. Информация об этом, конечно, должна быть и на их сайтах, но, может быть, по определенным причинам медицинская организация эту информацию не вывешивает на стенде. Так вот, придя в частную медицинскую организацию, пациент должен осведомиться, а не участвует ли она в системе обязательного медицинского страхования. Тогда он имеет право получить в частной медицинской организации эту услугу бесплатно. Вы прямо сейчас всех поразили, Лидия Алексеевна. Вы знаете, да, за это должна рассчитаться с частной медицинской организацией, страховая медицинская организация. Объем таких частных организаций может быть не очень достаточен, но все-таки он увеличивается с каждым годом, поэтому пациенты просто должны об этом знать. Давайте мы сейчас на минутку прервемся, узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись, затем вернемся к разговору. В России идет рост заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю зарегистрировано более 117 тысяч случаев заболевания. Превышение средних показателей зарегистрировано в 12 регионах страны. В городской больнице номер 10 ведется работа по подготовке Центра амбулаторной онкологической помощи. В новом ЦАО будут ввести прием 4 врача-онколога. Для своевременной диагностики поставят современное оборудование. Объект будет готов уже в начале осени. Медицинские учреждения губернии пополнили 30 новых машин для оказания неотложной помощи. Автомобили смогут привезти людей из удаленных сел в центральные районные больницы, доставить медработников к пациентам, перевезут лекарства и анализы. В микрорайоне Волгарь продолжается строительство новой поликлиники. Она будет обслуживать в день до 500 взрослых и до 200 детей. В составе учреждения предусмотрены помещения инфекционного приема с отдельным входом и дневной стационар. Прививки от COVID-19 сделали более 1,7 млн. жителей Самарской области. Специалисты напоминают о важности ревакцинации. До осени сформируется иммунитет, и можно будет в сентябре традиционно защититься уже и от гриппа. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Лидия Бальзамова, вице-предизиент Самарской областной ассоциации врачей. И у нас такой небольшой медико-юридический ликбез о правах и обязанностях врача и пациента. Мы пока, правда, про пациента еще говорили до этого момента. Может быть, в оставшееся время еще обсудить какие-то юридические особенности квалификации и деятельности медицинских работников. В частности, пока готовилась к программе, попала на какой-то медицинский сайт, и там врачи задают вопрос специалистам. А можно ли не выдавать пациентам информацию о сертификате врача? То есть как бы ее не выдавать, если пациент ее запрашивает? Ну, во-первых, вот сертификат врача – это что это? У каждого ли это должно быть и насколько это обязательно? Елиса, ну, во всем мире оказание медицинской помощи – это процесс, который должен обеспечить теперь всю безопасность, да, безопасность ее оказания, ну, и, соответственно, качество. Вот для того, чтобы это было обеспечено, нужно, чтобы специалисты, которые оказывают эту медицинскую помощь, имели базовое образование, имели постдипломное образование. Ну, ранее была интернатура, сейчас она упроизнена в виде ординатуры. И посмотрите, объем образования, который получает специалист, 8 лет. И допуск, если во всем мире он осуществляется на основании того, что врач получает лицензию на право оказывать медицинские услуги, осуществлять медицинскую деятельность, то у нас условием допуска служит наличие сертификата после получения образования в образовательных организациях, а вот с 2021 года уже только получение свидетельства об аккредитации после прохождения вот такой аккредитации. Их три вида – первичная, первичная специализированная, вот для практикующих врачей – периодическая аккредитация. Ну, вот удивительно так совпало, что вот процедура аккредитации была как бы приостановлена, я говорю о периодической аккредитации на время пандемии, да, врачи были заняты. И вот, идя навстречу, был наложен мораторий, который прекратил свое действие вот с 1 июля этого года. То есть те сертификаты, которые закончили свое действие, должны были быть подтверждены до 1 июля 2022 года. И подтверждены уже процедуры аккредитации. Совпало это еще с тем, что изменился сам процесс. Аккредитация теперь проходит в федеральных аккредитационных центрах. И нужно отправить эти документы в этот федеральный аккредитационный центр. Нужно для того, чтобы пройти эту процедуру аккредитации, нужно набрать определенное число кредитов. Это те часы в образовательной организации, которые обязательно для прохождения периодической аккредитации. Мы не будем даваться в подробности, но процесс новый, процесс достаточно для врачей необычный. Почему? Потому что ранее, что такое получение сертификата? Ты приходишь в образовательную организацию, дисциплинированно ходишь на лекции, сдаешь этот сертификационный экзамен и получаешь документ. Как сессия такая маленькая. Ты относишь документ в медицинскую организацию, представляешь, и все на этом заканчивается. Процедура аккредитации требует определенной самостоятельности от врача. И определенный, я бы сказала, это выбор той организации, в которой ты обучаешься. Это в обязательном порядке наличие того объема кредитов, который установлен нормативной базой. Она меняется и будет, наверное, продолжать меняться. Поэтому вот эта самостоятельность принятия решений в определенном... Это нужно самому сформировать портфолио. В медицинских организациях, конечно, все делается для того, чтобы помочь врачу в этом. Но, знаете, есть у определенной прослойки медицинских работников осознание того, что особенно, что просрочен сертификат. Но я же не виноват. Я вот был занят в ковиде. У меня не хватает вот этих кредитов, не хватает у меня этих часов. Ну и что особенного? Я должен сказать, что законодатели очень жестко регламентировали этот процесс. Без сертификата врач не имеет... Без сертификата, а сейчас уже без свидетельства об аккредитации, врач не имеет права осуществлять свою профессиональную деятельность. Работодатель не должен допускать его до рабочего места. И в обязательном порядке врач должен обучиться, получить необходимое число вот этих образовательных часов, оформить все документы, получить... Вы посмотрите, конечно, объем представления Федерального аккредитационного центра со всей России настолько большой, что, конечно, установленный законом сроки рассмотрения сейчас не соблюдается. И поэтому срок прохождения самой процедуры, он значителен. И вот на сегодняшний день нужно было, конечно, очень так подстраховаться и своевременно оформить все эти документы для того, чтобы осуществлять свою деятельность абсолютно правомерно. Многие работодатели допускают врачей с просроченным сертификатом, ну, мотив один, неким заменить, да. Если мы говорим о центральной районной больнице... Безусловно, тут уж куда. Поэтому на ком будет лежать ответственность за допуск такого работника, на медицинской организации работодателей. Ну, я думаю, что ситуация о ней сейчас знает. Вот сам университет, наша ассоциация, Министерство здравоохранения проводили очень большую работу по порядку разъяснения вот этой необходимости этой процедуры. Я думаю, что ситуация сейчас нормализуется. Лидия Алексеевна, спасибо много на самом деле сегодня информации проговорили. И в оставшиеся буквально пара минут все-таки как нам сделать-то отношения гармоничными у врач-пациента? Вы знаете, вот гармоничность, она недостижима даже в рамках законодательства. Всегда была асимметрия в правах пациентов и врачей. Вектор всегда был направлен в сторону пациента. Но у врача было такое преимущество, в его руках, по сути дела, находится жизнь и здоровье человека. Поэтому, не обладая большим набором прав, у врача есть право вот сохранить не только здоровье, но и жизнь человека. Поэтому векторы навстречу друг другу, да, те партнерские идеальные отношения, о которых я всегда мечтаю, и установление которых, это воля сторон, это воля и желание сторон. Я думаю, в конце концов, это будет достижимо. Оптимистичная такая ваша надежда. И это, конечно, здорово. Мы сегодня с Лидией Бальзамовой, вице-президентом Самарской областной ассоциации врачей, поговорили о расширенных правах пациента, которые с этого года введены. Можете пересмотреть программу, потому что очень много важной информации. Ну и главное, как сказала Лидия Алексеевна, действительно, добрая воля обеих сторон. И будьте здоровы все. Увидимся ровно через неделю. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok